Всем привет! Это канал Правильный Выбор. Сегодня расскажу вам про игровой монитор Dell Alienware AW2720HF. После просмотра вы сможете обсудить эту модель в комментариях, а чтобы приобрести монитор по выгодным ценам, вам нужно перейти по ссылкам, которые я оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке в виде лайков и комментариев. Диагональ экрана 27 дюймов. Разрешение 1920х1080. Соотношение сторон 16 к 9. Время отклика 1 миллисекунда. Подсветка WLED. Матрица IPS. Глубина цвета 8 бит. Частота обновления 240 герц. Непревзойденная матрица IPS обладает собственной частотой обновления до 240 герц. В 10 раз быстрее, чем в кинотеатре и в 2 раза быстрее, чем у обычных игровых мониторов с частотой обновления 120 герц. Никаких уловок. Реальное время отклика 1 миллисекунда и технология Overdrive обеспечивают быструю и отзывчивую игру без искажений. Цветовой охват до 99% sRGB обеспечивает высочайшую палитру цветов для вашего игрового арсенала. Экран позволяет без труда видеть все поле боя в мельчайших подробностях, а благодаря собственному разрешению Full HD вы сможете насладиться четкостью изображения и быстрым откликом при игре в режиме 1080 пикселей. Размеры монитора 61,2 см в ширину, 36,6 см в высоту, толщина 7,8 см, вес 4,8 кг, цвет черный. Предусмотрено крепление веса 100 на 100. Alienware возвращается к истокам и представляет легендарный промышленный дизайн. Это новое, смелое, гармоничное, универсальное, компактное и знаковое олицетворение бренда. Новая эргономичная подставка гармонично сочетается с вашей игровой клавиатурой. Решение обеспечивает удобную прокладку кабелей с помощью портов быстрого доступа на нижней панели и сквозного кабель-канала в подставке. Кроме того, вы можете наклонять и поворачивать монитор в горизонтальный и вертикальный плоскостях для максимально комфортной игры. Технология AMD FreeSync синхронизирует работу графического адаптера и монитора, поэтому вы получаете потрясающие полноразмерные изображения без замедления игрового процесса. Этот монитор также поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Создавайте неповторимую игровую атмосферу с помощью AlienFX, полностью настраиваемой системы подсветки, обеспечивающей более полное погружение в игровой мир за счет формирования световых эффектов, которые связаны с событиями в игре и полного цветового охвата RGB. Использование монитора с настраиваемой подсветкой в сочетании с другими устройствами, поддерживающими AlienFX, позволяет персонализировать боевую станцию в соответствии с вашими предпочтениями. Скачайте и установите уникальные темы для более чем 145 различных игр. Не отрывайтесь от игры благодаря новому уникальному экранному меню с удобной информационной панелью, возможностью настройки предустановленных режимов игры, индикатором частоты кадров и рекомендациями по настройке режима игры на нескольких мониторах. В данной модели предусмотрено несколько разъемов. Два HDMI версия 2.0, один DisplayPort версии 1.2, один USB 3.0 для подключения к ПК на задней панели, 2 USB 3.0 на задней панели, 2 USB 3.0 в нижней части передней панели, один разъем для наушников в нижней части передней панели, один линейный аудиовыход на задней панели. Я выделил достоинства и недостатки моделей и расскажу о них здесь. Сначала отрицательные. При высоких FPS периодически пропадает изображение, чему виной кабель DisplayPort из комплекта. Битый пиксель. Некачественная наклейка антибликового покрытия. Плотность пикселя на 27 дюймах довольно низкая, зернит. Абсолютно не подходит для КС. В инструкции производитель прямо заявляет о возможности появления артефактов. Теперь перейдем к положительным. GTG 1 мс. 240 Гц. IPSIU Aptronics 8-bit. Фрисинг. Регулировка по высоте, наклону. Мощная увесистая ножка и стойка. Футуристичный дизайн с RGB смотрится очень круто. Все на высшем уровне. Как вам? Стоит покупать или можно обойтись? Поделитесь своим мнением, а может и опытом использования в комментариях. Напомню, что ссылки на полные характеристики и лучшие цены вы найдете в описании под видео. Если вы хотите получать уведомления о выходе новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. До скорой встречи на канале Правильный Выбор. Редактор субтитров А.Семкин